Здравствуйте, друзья! Сегодня Россия и Северная Корея, представьте себе, подписали договор о военном союзе фактическом. Ну как его будет Россия выполнять, это другое дело. Она его по отношению к Армении известным образом выполняла. Но есть как есть. И посмотрите на наш глобус. С одной стороны, негодяи объединяются очень и очень легко. Это, конечно же, проблема для всех порядочных людей и для всего человечества, что они не умеют между собой кооперировать так хорошо, как негодяи. Но в то же время появляются и оптимистические нотки. В частности, есть уже понимание, что, собственно говоря, происходит. Лучше всего я об этом цитатку сейчас приведу, прочел у бывшего министра обороны Латвии Артис Пабрикс. И вот он очень точно, так сказать, поставил диагноз сегодня. Благодаря неправильным политическим решениям, принятым во избежание военной эскалации с Россией, западное руководство получает все большую эскалацию повсюду, а также снижение доверия к способности Запада постоять за себя, снижение устойчивости и падение морали. Вот такой вот диагноз. Но это сейчас так. Возможно, через месяц будет все иначе. В то же время, в то же время, есть и нотки несколько обнадеживающие. Нотки обнадеживающие и связанные с тем, что на Западе ключевые лица, связанные с национальной безопасностью, начинают понимать, как выходить из этой ситуации. В частности, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине необходимо было передать все оружие еще в 2014 году, и это будет урок на будущее. Что сразу же, соответственно, необходимо было отреагировать гораздо жестче в военном смысле. А вот, в частности, он отметил, что всегда легко сказать, оглядываясь назад, что можно было сделать лучше, но отсутствие военной поддержки облегчило вторжение России. Это должно стать уроком на будущее для всех партнеров по НАТО. Мы инвестируем в нашу военную мощь не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы предотвратить ее. Иначе не только Россия, но и никто не будет воспринимать нас всерьез. И мы должны признать недостаточность поставок Украине сами перед собой. В то время мы думали, что более умеренный курс лучше. Ну, почему они заблуждались, сейчас я объясню. Было слишком мало понимания срочности предоставления военной и финансовой помощи для создания мощной украинской армии и предотвращения российского вторжения. Это была большая ошибка. И дальше, что он предлагает? Предлагает в НАТО курс ускорить Украины. И, более того, он рассказал о двух примерах вступления в НАТО во время конфликтных ситуаций, в частности, в Восточной Германии и Западной. Когда Западная Германия в 1955 году вступила в НАТО, соответственно, не имея посольства в Берлине в Восточном и признавая Восточную Германию просто оккупированной советской зоной, марионеточной, а не государством. Соответственно, но в НАТО вступила и, соответственно, были приняты все решения. И огромные силы были развернуты на территории, собственно говоря, Западной Германии. Еще один случай, который он очень интересно показывает. США предоставили гарантии безопасности Японии. Ну, Япония в НАТО не вступила, но США действительно предоставили гарантии безопасности Японии, в том числе ядерные, надо понимать. Но они не распространяются на Курилы, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией. И дальше заключает Столтенберг, когда есть воля, есть способы найти решение. То есть решение уже видится для многих на Западе достаточно понятно. С предоставлением жестких гарантий безопасности Украине. Но самое важное не то, что говорят чиновники уже отставленные, а то, что говорят действующие чиновники. И вот новый генсек НАТО Рюте, Марк Рюте, голландец, пообещал Украине сегодня буквально настоящие перемены на поле боя. По его словам, Украина сможет переломить динамику боев и обеспечит безопасность для себя и страны Альянса. Об этом он говорил, посещая штаб в Висбадене, через который будут осуществляться логистические поставки вооружения в Украину. И он сказал, что Альянс должен обеспечить, чтобы Россия не достигла своей цели, а Украина достигла. А ему сказали, а что думает об этом Путин? И он сказал шикарную фразу сегодня. Я много лет назад перестал пытаться понять, что думает Путин. А дальше он сказал на вопрос, стоит ли союзникам по НАТО обращать внимание на российское бряцание ядерным оружием. Он сказал, что нет, не стоит. Нет, не стоит. Да, они и не обращают, сказал Рютер. По его словам, ядерные ученые стран НАТО, Steadfast Nun, на этой неделе, которая начинается, продемонстрируют готовность Альянса ответить на угрозы Кремля. НАТО сильна. НАТО НОРС Атлантик Трити Организащий. Поэтому мы говорим ОНА. НАТО сильна. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое, чтобы гарантировать безопасность НАТО, противостоять любой угрозе. И нас никогда не запугают страны, не входящие в НАТО, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно. Пусть он лучше прекратит это делать. Мы ясно дали понять нашим противникам, что готовы ответить на любую угрозу. Ну то есть начали уже разговаривать более предметно. Пускай это не главы государств. Хотя главы государств тоже так практически уже разговаривают на Западе. Россия истерит там Европу уже проклинает как только может. Потому что понимает, что это позиция Объединенной Европы, которая в экономическом смысле в 10 раз больше, чем Россия. Есть еще Соединенные Штаты. И соответственно, что мы видим? Мы видим кардинальный слом подхода. То есть перепробовав все подходы к России, на Западе приходят к пониманию того, что самый твердый подход является самым правильным. Вот только буквально сейчас. И это никакое не открытие. Это давным-давно известный факт. Если вы помните, был такой министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис, бешеный пес. Так вот, он как-то взял и разгромил 2,5 или там чуть ли не 3 батальона вагнеровцев в Сирии. Они решили напасть на нефтяной завод нефтеперерабатывающий для того, чтобы его, так сказать, отжать, выкинуть оттуда пинками американцев. Это был давний план. Путина по дискредитации Америки, чтобы никто не... Все в мире посмотрели, что, собственно, их выгнали пинками. Но Джеймс Мэттис, военные американские, позвонили русскими, спрашивают, кто тут такой по нам стреляет. Русские говорят, наших там нет, русских там нет. Мэттис сказал нет и не будет. Нет, значит и не будет. И, соответственно, разутюжили за пару часов всю эту российскую группировку. И там ашметки буквально остались. То есть, практически можно... Ну, только раненые. Только были 300-200, больше никого. И, соответственно, что делает Путин после всего этого, когда на его планы долгосрочные, выработанные давным-давно по дискредитации Америки, по фактически нападению Америки, таким образом были на место построены. Он залез в бункер и вылез только где-то через месяц с угрозами и с мультиками, как ракеты летят на Флориду. Ему в это время нарисовали мультики за этот месяц. Поучительная история, поучительная. Потом была история с Эрдоганом. Это вообще шикарный кадр президента Турции Эрдоган. Вот кто понимает, как разговаривать с Путиным, это как раз Эрдоган. Ну, я же не говорю, что они там сбили самолет. Это такое, да, бывает. Но вообще он за один год, 2020, три раза подряд разгромил россиян. Сначала он их разгромил в Ведлибе. Соответственно, россияне решили зачистить полностью Ведлиб, потренироваться, так сказать, перед нападением на Украину. Турки своими байрактарами там разутюжили все, что можно. Русские бросили на турок бомбу, авиабомбу убили там 40 человек турецких. Но турки там, короче, вместе со своими сирийскими партнерами, так сказать, накостыляли конкретно Асаду. После этого он там вообще не дрыгался. Вот буквально недавно опять Россия начала дрыгаться в Ведлибе. То есть уже 4 года, соответственно, там успокоилась. Они хотели полностью зачистить Эдлиб, но захватили там пару сел. Потом была история в Ливии, абсолютно схожая ситуация. Российские маринетки плюс Вагнер и турки с другой стороны, с центральным правительством, которое до турок контролировало там вообще какой-то кусочек в столице Триполи, в столице Ливии. Турки туда пришли и фактически местное правительство, ну типа легитимное, распространило свою власть на Западную Ливию практически на всю ее территорию. Благодаря туркам, благодаря Байрактарам. Короче, вот эти российские понты с вагнеровцами, со всем этим были тогда уже, собственно говоря, в Ливии, ну так помножены конкретно турками. Это был, ну может кто-то скажет, локальная история, ну где-то там пару тысяч жертв среди вагнеровцев было, среди россиян. Другая история, Карабах, всем известная. Когда Россия предстала как союзник вообще никчемный, который что-то там рассказывал армянам о вечной дружбе и так далее, и так далее. Кинули их в самый тяжелый момент. И на этом, соответственно, все поняли, какая цена российскому слову. Если северные корейцы еще не поняли, то поймут. И, собственно говоря, ну почему Эрдоган так умеет? Умеет. Вот кто-то говорит, что авторитарные лидеры умеют. Он действительно, ну, похож на такого, когда переговоры велись в Москве, он приезжал в Москву, ему там вокруг, соответственно, картины этих покорителей Турции, которые воевали против турок были. Он так возле этих картин походил, короче, так, ему там Екатерину, еще кого-то так, и заставили ждать в этом зале. Нужно было видеть Эрдогана во время всего этого. Ну, короче, он спокойный, как лев. И, в принципе, умеет разговаривать с россиянами. Одна проблема, что сейчас у него, он бодается с евреями, а так можно было бы попросить Западу коллективно Эрдогана за что-нибудь. Он просто так бы ничего не сделал, но он бы настучал и притяну еще с удовольствием. То есть проблема в чем? Проблема в том, что на Западе не знают, что такое жужж, что такое, соответственно, криминальная вот эта вся структура, в которой вырос Путин. Ну, такая мелкокриминальная всяких вот этих жужжей, короче. Не видели «Место встречи изменить нельзя» фильм, где там промокашка, да, такой типа распальцованный, но как только горбатый что-то там скажет, натуральный горбатый, как Эрдоган, да, он сразу все понимает. И сразу так, ну, слинял, что называется. Это вообще стандартная ситуация. Вот Путин вот этими прыжками на другие более развитые страны, более такие успешные, он просто свои комплексы реализует. Это натуральная история вообще для психиатров. То есть он ради этих комплексов выпрыгивает, чтобы кому-то чего-то доказать, что он не полное ничтожество. Вот, собственно говоря, психоаналитика вот этого всего. Но, когда он нарывается на серьезный ответ, он забивается не просто в бункер, а в самый глубокий бункер и начинает оттуда всех ругать и проклинать. То есть наиболее безопасное место спрятаться и оттуда, соответственно, что-то там производить, какие-то звуки. Вот, ну, это все от трусости. То есть с одной стороны пытается нарваться, да, а с другой стороны трусости. Все это, ну, конечно же, от понимания того, что он с Россией ничего сделать не может. То есть он, ну, ничем там, кроме отравления трусов уже в историю себя не впишет. То есть вперед двинуть страну он не способен, да и вообще, может быть, никто не способен. Они прочитали вот эту фразу царя зачетную, что Россией управлять очень легко, но бесполезно, смысла никакого нет. То есть ничего не изменится. Они это прочитали где-то там в Кремле и успокоились, типа уже драгаться нечего. Он русским прямым текстом говорит Путин, что из них лучше ничего не будет, лучше пускай они помрут, потому что иначе их соберет машина или они сопьются. То есть русские в его глазах совершенно никчемные. Вот, соответственно, он играет людьми и свои комплексы вот эти гасит за счет жизни там сотен тысяч людей. И своих, и чужих. То есть, что это все такое? Это все, конечно, было бы забавно, если бы не было так трагично для такой огромное количество людей. Вот. И как из этого всего выходить? Ну, на Западе нащупывали, нащупывали, но самые такие понимающие, как говорить, вот типа Мэттис, Джеймс Мэттис, бешеный пёс, глава Пентагона, да, бывший. Вот он, он знает, как в таких случаях разговаривать. Кто еще там? Бен Ходжес, да. Он знает, как здесь нужно разговаривать. И вот, соответственно, генсеки НАТО. То есть, мы видим, что уже формируется некий консенсус, после которого, после оформления которого, у Путина будет мало, скажем, возможностей, кроме как зарыться в самый-самый глубокий бункер, поглубже, чем у нас Ролы раза в три. Вот, тогда он, возможно, успокоится и будет оттуда слать свои приклятия и будет по видеосвязи рассказывать о чем-то своему плебсу. Поэтому, друзья, ставим лайк, подписываемся. Но самое главное, знаем, что перемога впереди. Она неотвратима, как рассвет. С Богом, друзья, до перемоги.